Новый учебный год через три дня начнется не только для школьников. Считается, что и родители, по сути, вместе с детьми тоже учатся все 11 лет. И без совместной работы семьи и школы невозможно воспитать личность. Человека, который будет иметь свою позицию, принимать решения и брать ответственность на себя. Это и есть формула будущего. О том, как должны взаимодействовать родители и учителя, говорили на традиционном августовском педсовете. Мы, конечно, с вами не должны забывать, что в вопросах образования должна идти рука об руку процесс образования с семьей. Находить в ней поддержку. Потому что одно без другого не бывает, как правило. Мы понимаем, что такое атмосфера в доме, среда. В любом случае, человек формируется, рождается. И, конечно, родители, брат, сестра, атмосфера в доме имеет ключевое значение. И, конечно, если это все совпадает, хорошая, современная, правильная школа, семья. Конечно, в таких условиях вырастает, безусловно, хороший человек, прежде всего. С мотивацией, к знаниям, к получению образования. А развивать таланты и способности ребенка, к примеру, в музыке или спорте, тоже должны все вместе. И школа, и родители. Школьника необходимо отвлечь от телевизора и компьютера. Зачастую современное кино и мультфильмы формируют у детей ложные представления о жизни, о семье, отметила в своем докладе вице-губернатор Галина Золина. Иногда, может, даже стоит прислушаться к советам великих педагогов, которые спустя десятилетия не потеряли своей актуальности. Образование сегодня мы рассматриваем как непрерывный процесс. От семьи, от первого дня в роддоме до достаточно взрослой формы, когда уже человек пришел на работу. Давайте научим наших родителей быть родителями. Давайте убедим их в том, что прав был Макаренко, когда говорил, не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете или поучаете его, или приказываете ему, вы воспитываете его в каждый момент в вашей жизни. Именно в семье происходит, как принято говорить, социализация ребенка. Проще говоря, он учится на примерах и ошибках своих родителей. И воспитание подрастающего поколения начинается именно с семьи, а не со школы или детского сада. Уверено и большинство кубанцев. Какие были взаимоотношения у мамы с папой, какие потом будут они строить взаимоотношения со своими судьбами. Кроме того, что любовь, еще мы друзья все, правильно должны быть, и понимание. Вот на нем даже и дальнейшая жизнь будет строиться. Это стержень нашей жизни. Нет семьи, человек теряется. Ребенок видит, как в семье отношения, так и он воспринимает, как уже еще мир вокруг себя. На нынешнюю конференцию впервые пригласили помимо учителей еще и представителей родительских комитетов со всех районов Кубани. Советы, которые дали специалисты в преддверии начала учебного года, пригодятся многим, особенно молодым родителям. Ведь все понимают, что помощником и другом для ребенка должна стать как семья, так и школа.